Машину со взрывным устройством задержали сегодня днём сотрудники полиции на улице Адаратского. Как выяснилось, это были запланированные учения силовиков. Отрабатывались действия криминалистов и кинологической службы. По легенде учений, сотрудники ГАИ на улице Адаратского заметили подозрительный автомобиль. При осмотре в багажнике «Лада» обнаружили взрывное устройство. На место оперативно прибыли спецслужбы и кинолог с собакой. Учение приурочено к предстоящему чемпионату мира по футболу. Информацию о массовой драке в центре Казани получили сегодня днём все оперативные службы города. Очевидец сообщил, что на Кремлёвской набережной собрались несколько десятков молодых людей и начинается потасовка. На вызов выехали несколько отрядов особого назначения. На сообщение о массовом беспорядке оперативно прибыли сотрудники полиции и несколько батальонов спецподразделения быстрого реагирования. В считанные секунды они задержали предполагаемых злоумышленников. А за что вас задержали? Расскажите, пожалуйста. Беспредел! А что такое? Без комментариев! Поначалу предполагаемые нарушители порядка не отличались разговорчивостью, а после стали выдвигать всё новые версии произошедшего. И что вы собирались сделать? Питкафать. Одноклассники. Собрались, да, одноклассники? Да. 20 лет не видели. Ага. Особенно Лёха. Позже выяснилось, это были учения по отработке массовых беспорядков. По легенде, в центре города была спровоцирована крупная драка. Согласно правилам, в таких ситуациях отряд полиции должен прибыть на место назначения не позднее 15 минут после регистрации нарушения. Группа быстрого реагирования в течение 7 минут. Сегодня полицейским удалось прибыть на место даже быстрее. Мужчина нанёс ножевое ранение родной сестре. Конфликт между родственниками разгорелся в квартире дома по улице Тверская. По предварительным данным, всё началось с того, что нетрезвый мужчина пришёл в квартиру сестры и стал клатить в дверь комнаты, где находилась её дочь. Припуганная девушка позвонила матери, которая в тот момент была на работе, а когда женщина прибежала в квартиру, то дебошёр накинулся на неё с ножом. Пострадавшая получила резаную рану в области живота и была госпитализирована. По мнению медиков, ранение не вызывает серьёзных опасений. Нападавший мужчина задержан. Сегодня утром на улице залез, на автомобиль сбил женщину. Наезд произошёл прямо на пешеходном переходе. Водитель заявил, что заметил пешехода в последний момент и не успел затормозить. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Казалось бы, на этом отрезке пути обратить внимание на человека, который переходит дорогу, ничего не мешает. Однако, по словам водителя, в этот раз свою роковую роль на ухудшении видимости оказала солнечная погода. Я не заметил, солнце ярко светило в глаза, плохо было видно. То есть, проще говоря, какой свет был, вы не видели, получается, да? Да, да. Зелёный или красный? Да. В разговоре с инспектором ИГАИ водитель признался, что при подъезде к светофору двигался со скоростью около 70 км в час. Полицейские полагают, что это также повлияло на ситуацию. Тем более, что даже после наезда Калина продолжила движение и налетела на забор. Водитель автомобиля Калина, двигаясь по улице Залесная со стороны трассы М7, не справился со своим управлением и совершил наезд на регулируемом пешеходном переходе. При этом сбил молодую девушку 30 лет и протащил буквально 30 метров. По предварительным данным, пострадавшая девушка получила перелом ноги и серьёзную травму головы. В данный момент полицейские ищут очевидцев происшествий, которые бы прояснили картину произошедшего. Два автомобиля получили повреждение в результате аварии на улице Боевая. Там не разъехали Ситроен и Лада. По словам пассажира иномарки, в какой-то момент машина впереди резко затормозила перед пешеходным переходом. Не заметив этого, водитель Ситроена на полном ходу протаранил автомобиль, а в него, в свою очередь, влетела Лада. Водители решили не вызывать автоинспекторов, а доехать до ГАИ самостоятельно, чтобы оформить европротокол. Несмотря на серьёзные повреждения машин, люди в аварии не пострадали. На улице Копылова водитель Лада Ларгус не справился с управлением и налетел на металлический отбойник. Удар был не слишком сильным, однако молодой человек всё же решил вызвать экипаж ГАИ, поскольку автомобиль был служебным. В разговоре с полицейскими водитель признал, что попал в ДТП по собственной невнимательности. По его словам, он лишь на секунду отвлёкся от управления, когда машину повело в сторону, а скользкая дорога помешала вовремя затормозить. Подозреваемого в краже медного кабеля задержали охранники одного из строящихся объектов города. Неизвестный пробрался на территорию стройки и украл сварочный кабель длиной 45 метров. Стоимость медного провода оценили в 15 тысяч рублей. На стройке? А, там, строящийся дом, чтобы мы... А что взяли? Кабель. 26-летний казанец на допросе не стал отпираться и сразу сознался, что взял сварочный кабель со строящегося объекта. Мужчина рассказал, что заранее выбрал место, не попадающее в зону видимости камер видеонаблюдения. Однако охрана стройки всё-таки заметила постороннего и задержала человека с поличным. 13 марта в полицию поступило сообщение от сотрудников охраны одного из строящихся объектов, расположенных в Советском районе. Они пояснили, что задержали неизвестного, который, по их предположениям, совершил кражу. На место происшествия незамедлительно прибыла следственная оперативная группа. Полицейские опросили заявителей, изъяли записи видеонаблюдения и для выяснения всех обстоятельств доставили предполагаемого подозреваемого в отдел полиции. Оценочная стоимость 45-метрового кабеля превысила 15 тысяч рублей. Сейчас похищенный провод изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. По данному факту, следственные органы отдела полиции 1-2 возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Сейчас подозреваемый в краже по решению Советского районного суда арестован и находится в одном из следственных изоляторов города. Совсем скоро мужчина предстанет перед судом.